Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Физкультура и спорт в Самаре с каждым годом становятся все более популярнее. Зимой лыжные прогулки и соревнования, коньки и золотая шайба. Летом пляжные виды спорта и, конечно, футбол. Все это стало возможным благодаря тренерам по месту жительства. И сегодня в гостях у мастера спорта физкультурный энтузиаст Сергей Белов и его воспитанник Иван Гришин. Здравствуйте! Здравствуйте! Было несколько турниров новых, кроме лета с футбольным мячом. В частности, мы играли на торпедо, на Мичурино 90, кубок Фабиора. Выиграли этот кубок. Это детский клуб, где тоже занимаются ребята, которые играют в футбол. У них тоже там работает тренер по месту жительства, он тоже у нас в Октябрьском районе, Архипов Евгений Владимирович. Финальная игра началась для нас очень прилично. Мы повели 1-0. Как бы, ну, потом так получилась игра. То ли мы расслабились. Бастион забил нам подряд два гола. Немножко отошел. Мы стали атаковать. Атаковали, атаковали. И буквально за несколько секунд до конца, вот, Ваня Гришин, в частности, сравнял счет. А потом по пенальце мы их обыграли. Я вышел в стартовом составе, да, отыграл всю игру. Мы играли без замен. В первом тайме был один момент, я выбил мяч из пустых ворот. А потом уже, когда мы пропустили, там, за пару минут до конца два мяча уже контр... Ну, проводили контратаку. И был прострел, я его замкнул. Там были ребята постарше нас, побольше. Да, они где-то... Поопытней. Где-то на 2-3 года старше нас были. А как вам это удалось? Делаем упражнения на быстроту, на ловкость, на координацию. Технико-тактические тоже действия проводим. То есть все ребята знают свой маневр. Определенно вот они, то есть, не просто так вот выбегают, а каждый играет на своей позиции, держит свою зону. За основу берете какой-то футбольный клуб или какую-то методику футбольную. Там, я не знаю, бразильскую, российскую, немецкую, английскую. Что у вас в основе? Нет, у нас в основе... То есть... Ну, я сам играл в футбол. То есть, помню наши тренировки. Все вот эти вот. Потом, опять же, мы учимся постоянно. То есть, есть литература. То есть, на кого мы ориентируемся, допустим? Ну, стараемся ориентироваться на крылья Советов. Мы же все-таки сама решаем. Хотя, конечно, нам нравятся и ЦСКА, и Зенит, само собой. То есть, наши самые лучшие клубы на данный момент. Ивана, а ты о какой команде мечтаешь? Если вдруг повезет. Ну, о Манчестере, Юнайтеде. Давно нравится команда. Ну, сейчас вроде не так сильно играют, но все равно уже. Понравилась команда, болезнь у нее. Атака нравится, очень хорошее нападение всегда было. Ну, я сам потому, что нападающий. Мне нравится, как они атакуют. Много колов забивают. А вот там какой спортсмен тебе нравится? И на кого ты ориентируешься? Пытаешься у него какие-то финты перенять? Может быть, удар по мячу? Ну, мне нравится футболист Антуан Грязман. Но он не из Манчестера. Но я хочу, чтобы он перешел в Манчестер. А где он сейчас играет? В Атлетико Мадрид. Мне нравится финты, как он бьет. Прием мяча, обработка, техника тоже нравится. Какие перспективы на летний сезон? К чему вы стремитесь? Какие планы? Хотим завоевать первое место в районе. И по возможности первое место в городе. Это наша цель. Лето с футбольным мячом. Кожаный мяч. Насчет Вани хочу сказать, что очень перспективный мальчик. Футболист такой приличный. Бьет с обеих ног, выбегает на свободную зону. И передачу дает, и ударить может, и обыграть один в один. Перспектива есть. Все зависит уже от них. Это должна быть цель, мотивация. Мечта, в конце концов. Это действительно так. Это без мечты никуда. Но вот это мотивация и цели. Как-то влияют ближайшие соревнования международного уровня, которые будут проходить в России в этом году Кубок Конфедерации, в следующем чемпионат мира? Мы, конечно, рады, что чемпионат мира будет проходить у нас в стране. По возможности будет в Самаре. То есть мы обязательно посетим эти матчи. То есть посмотрим на лучших игроков мира. То есть это очень интересно. То есть это, ну как, ну чемпионат мира в России, это за все время, это первый раз. Это очень большое наше достижение. Потому что чемпионат мира будет у нас проходить. И это даже, ну я не знаю, слов нет. То есть это очень здорово. Конечно, хочется, чтобы сборная России, наконец, показала достойный футбол. Хотя бы, чтобы, ну хотя бы вышла из группы. Там, ну буду там, если не получится сходить, то буду смотреть по телевизору, болеть все равно. Мы надеемся, что выйдем из группы, пойдем в полуфинал. Как можно дальше. По возможности. Все-таки у нас новый тренер сейчас, чертес. Я думаю, он подготовит команду именно так, как надо подготовить. Достойно, то есть. Наш самарский футбол, как вы оцениваете его? На каком он уровне находится? И профессиональный, и любительский. Вы знаете, на хорошем уровне. Несмотря ни на что, что наши, если профессионально взять, вот наши крылья сейчас как бы, но они не в зоне вылета, но близко к этому. И последние игры провели. То есть, ну, я думаю, что все образуется, все встанет на свои места. Крылья выйдут из опасной зоны. И потом будут только прогрессировать тоже. А футбол на уровне вот нашей Самары тоже довольно-таки очень приличный футбол у нас выглядит. То есть, у нас очень много команд в чемпионате города сейчас играют. Допустим, в 2006 году, в том году играло 22 команды. Мальчишки, допустим, становятся молодыми, становятся взрослыми. У них есть где дальше играть в командах или нет? Есть такие перспективы. Не, ну зачем? То есть, ребята, которые вырастают, в чемпионате города, они играют до 17 лет. Потом у них есть возможность перейти, вот, в определенный, допустим, в крылья советов, в молодежный состав. Парни не попадают в профессионалы, да? Они заканчивают играть в 16-17 лет? Нет, не заканчивают. Они могут перейти в ЛФЛ. Это любительская футбольная лига. Есть у нас еще ДФЛ, это дворовая футбольная лига. То есть, если кто не попал в профессионал, но это не каждому дано. То есть, не потому что там бывает, кому-то не повезло, кого-то просто не увидели. А бывает, знаете как, смотрите, вот ему вот не повезло, его не увидели, да? И вдруг, через определенное время, он там в ЛФЛ, его кто-то чего-то заметил, да? И он все-таки проявляет себя. Даже среди профессионалов большого класса, то есть, допустим, тот же Жирков, он и начинал в Тамбове с кожаного мяча. Потом играл за Спартак Тамбов, потом его заметили в ЦСКА, пригласили там. И он пошел, пошел, потом в Челси играл. То есть, у него карьера очень такая, а начало, все начинал с кожаного мяча. Ну, у нас тоже, может быть, кто-то будут такие игроки. Это был Футбол на телеканале Самара ГИС в программе Мастер спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok